Когда-нибудь задумывались, в чем заключается суперсила человека как вида? В животном мире сверхспособности просто великолепны. Киты поражают нас своими колоссальными размерами, а гепарды очаровывают своей молниеносной скоростью. Осьминоги благодаря своей уникальной ловкости могут манипулировать объектами-способами, которые вызывают у нас трепет. Однако, мы, люди, обладаем уникальной сверхсилой. Силой потеть. Да, вы правильно слышали. Потоотделение – это наша суперсила. Этот, казалось бы, обычный процесс позволяет нашему телу эффективно охлаждаться, обеспечивая нам непревзойденную выносливость. Сегодня мы видим свидетельство этого в современных племенах, где даже пожилые люди могут пробежать более 50 километров. Это не подвиг силы или скорости, а выносливости и упорства. Представьте себе силу настойчивости и волю к преследованию добычи до тех пор, пока она не упадет от изнеможения. Это, друзья мои, и есть настоящая сверхсила нас, людей. А теперь представьте, как наши предки, лишенные сложного оружия, использовали эту сверхсилу на охоте. Представьте себе трудную погоню, неустанную погоню, воплощение абсолютной выносливости. Это было искусство настойчивой охоты, когда древние люди выслеживали и преследовали свою добычу не минутами, а часами, даже в палящую дневную жару, пока добыча не умирала от истощения. Возможно, мы не самые быстрые и сильные, но у нас есть дар выносливости, сила упорства и уникальная способность потеть. Потоотделение, на которое в современном обществе часто смотрят с отвращением, сыграло решающую роль в этих охотах. Это была естественная система охлаждения нашего тела, не дающая нам перегреться во время долгих занятий. Наши предки были не просто охотниками, они были марафонцами, пережившими свою жертву в решающем испытании на выживание. Итак, наши предки своим стойким духом и умением потеть буквально сбивали свою добычу с ног. Это было выживание, это была охота до изобретения оружия. Но что означает это наша сверхсила в современном мире? Наша замечательная способность потеть продолжает хорошо нам служить. Например, в области выносливых видов спорта нас отличает суперсила пота. Марафонцы, триатлонисты, велосипедисты, все они полагаются на уникальную способность своего тела охлаждаться, что позволяет им в буквальном смысле пройти лишнюю милю. Но это больше, чем просто спортивное преимущество. Эта уникальная способность сыграла важную роль в нашем выживании и эволюции как вида. Это позволило нашим предкам пережить и выследить добычу в неумолимой жаре африканской саваны. Эта выносливая охота сыграла ключевую роль в нашей эволюции, подталкивая нас к тому, чтобы стать выносливым, находчивым и инновационным видом, которым мы являемся сегодня. Итак, в следующий раз, когда вы потеете, помните, это не просто физиологическая реакция. Это свидетельство нашего выживания, нашей эволюции и нашей сверхсилы.